На Токмакском участке Южного фронта войны российским войскам удалось остановить фронтальное продвижение ВСУ. Проблемой украинских войск в продвижении к локальной цели очеретоватого стала невозможность взятия двух мощно укрепленных сел – Новопрокоповка и Вербовое. Дальнейшее фронтальное продвижение без взятия этих сел опасно, учитывая, что дальше находятся новые укрепления войск РФ и высок риск фланговых ударов. Кроме этого, контур фронта не позволит использовать дорогие противовоздушные средства РЭБ и ПВО, которые могут оказаться под ударом противника с флангов, что позволит авиации РФ активнее работать по наступающим частям. После взятия также мощно укрепленного Работина становится ясно, что дальше пробиваться будет так же сложно, как и к этому селу, бои за которые шли почти два месяца. Пока что, несмотря на выход к окраинам указанных двух сел, продвигаться дальше в них не удается. Именно потому было принято решение расширить фронт и растянуть оборону противника. С этой целью крупные силы ВСУ перешли в наступление на Копани, где им удалось продавить оборону с уязвимого фланга и выйти на окраины села с востока. Таким образом, на этом участке проходят ожесточенные бои уже в трех населенных пунктах. Обе стороны регулярно усиливаются резервами и интенсивность боев не падает уже долгий период. Очевидно, что если в какой-либо из этих трех точек ВСУ удается нащупать слабину противника, именно туда и будет перенаправляться основной удар. Проблемой войск РФ является то, что несмотря на многомесячную успешную оборону, не хватает сил и средств для организации контрнаступления в какой-либо точке Южного фронта. Тем самым, инициатива полностью на стороне украинских войск. И вопрос заключается в следующем. Удастся ли им где-либо прорваться на оперативную глубину или летняя компания ограничится тактическими достижениями? А они именно таковы на различных участках этого фронта. На данный момент мы не можем констатировать каких-либо успехов оперативного уровня. На этом сегодня все. До свидания.